Сегодня в России отмечается День гражданской авиации. Именно в этот день, в 1923 году, в нашей стране появился воздушный флот, чьи задачи вошло перевозить пассажиров, путешествующих по служебным или личным делам, почту и разного рода грузы. 9 февраля Совет труда и обороны СССР приняли постановление об организации Совета по гражданской авиации. Первым маршрутом, по которому могли отправиться авиапассажиры, стала воздушная линия Москва-Нижний Новгород протяженностью 420 километров. В этот день поздравления получают все пилоты страны, бортпроводники, техработники, которые обеспечивают авиасообщение со всеми уголками нашей страны. Символично, что гостем программы подробностей сегодня стал пилот, руководитель аэродрома Крутицы Виктор Звездочкин. В эфире телекомпания «Город» программа подробностей. Мы приветствуем всех, кто присоединился к нам в эти минуты. Виктор, мы поздравляем вас с вашим профессиональным праздником, днем гражданской авиации. Расскажите, есть ли какие-то традиции у летчиков, как они отмечают этот праздник? Спасибо большое за поздравления. Ну, традиция, наверное, как у всех, с широким застольем, но только после окончания полетов и закрытия, как у нас принято говорить, закрытия летной смены. То есть самолеты в ангаре или там зачехлены, привязаны, и тогда после этого уже можно, конечно, отмечать. Ну, летчикам, наверное, как никому другому повезло, никем, никаким другим людям, представителям других профессий, отмечать праздник, потому что день авиации, там, воздушного флота, и порядка пяти праздников в год можно отмечать. Есть день гражданского воздушного флота, день, международный день гражданской авиации, и еще куча разных других. То есть поводы отметить всегда есть. Поводы отметить всегда есть, да. Расскажите, как вы стали пилотом? Это была моя давняя мечта. С детства я хотел быть летчиком, именно летчиком гражданским. Хотя рос в семье военной, но попал не сразу. Сначала в десантное училище, а потом все-таки мечта заставила меня бороться, и я прошел перебыв в готовку в авиационном учебном центре в Санкт-Петербурге и получил лицензию в гражданской авиации. Но перед этим я освоил сверхлегкую авиацию здесь, в Рязанском клубе «Аромикс». Он же, наверное, один из самых... Наверное, он первый, наверное, клуб, такой был частный, где готовил гражданских летчиков. Вот Моисекин Александр Петрович как раз был у меня первым моим инструктором, и меня как-то давно выпустил в небо. И после этого я уже отрудился в ДСАФе, там уже освоил технику немного посередине. Уже спортивные самолеты Як-52, Як-18Т, На-М-2, всем известные, да, легендарные самолеты. Ну и сейчас вот уже мы освоим иностранную технику у себя на аэродроме, вертолеты, ну... А свой первый самолет, первый самолет, на котором вы летали, помните? Ну, первый полет, наверное, это был, трудно сказать, пассажирский какой-то, с родителями, как пассажир, очень маленьким еще. Это, нет, я помню, это был Ил-62, из рассказов, опять же, моего отца. А в принципе, первый полет самостоятельный я совершил на сверхлегком самолете Бекас Х-32, так называемый. Ну, известный самолетик, сейчас очень массовый. Сейчас впечатление помните от первого самостоятельного полета? Ну, конечно, это бесконечное счастье, я бы так сказал. Сейчас уже полеты отличаются от того первого полета, или же... Абсолютно не меняются. Я думаю, для нормального летчика, который любит свою работу, ну, это каждый, каждый полет, это просто безграничная радость. Ну, и опять же, в парке наших воздушных судов есть такой же самолет, на котором я первый раз вылетел. Поэтому в неделю пару раз я летаю на этом самолете. А вот интересное отношение летчика к машине, на которой он летает. Это просто автомобиль, машина, или же... Нет, самолеты живые, конечно же. То есть, расскажи, скажите. Все летчики однозначно любят свои самолеты, трогают, гладят их, разговаривают с ними. Называют как-то, да? Ну, вот, не могу сказать. Называют, наверное, у каждого это как-то, может быть, лично. Могут называть типы воздушных судов как-то там. Ан-2 там могут, там, Аннушку называть, да? А кто-то Антоном может называть. Хотя там Антоном более тяжелую технику называют, да? Фирму Антонов. Ну, у нас вот самолет, например, да? Российский самолет есть. Вот мы прошутистов бросаем с ним. СМ-92Т Турбофинист. Ну, как бы мы ни пытались его назвать Финист, да? Ну, его зовут все Финик. Ну, то есть, есть, у самолетов такие, да. У летчиков хорошее чувство юмора, да? Да, ну да. Расскажите про приметы перед полетом, во время полета. Есть ли какие-то, или же летчики прагматичные, никаких примет? Ну, наверное, самые... Почему? Есть приметы. Ну, наверное, самые распространенные приметы, которые, ну... Наверное, с самых курсантских начального времени, когда ты к авиации приобщаешься, это не фотографируется перед полетом. Ну, опять же, это приметы, суеверие, кому как. Кто-то фотографируется, кто-то нет. Но такая примета есть, что лучше вернуться и фотографироваться. Ну, чего не скажешь о фотографиях внутри, во время полета. Там тоже... Ну, есть шуточные, знаете, там, хороший летчик летает в хорошую погоду, плохой летчик в плохую. Кто-то руководится этим принципом, кто-то нет. То есть, плохой летчик в хорошую погоду не полетит. Есть, есть такие. Но, опять же, это можно принимать всерьез, можно нет. Ну, есть, например, там выражение, если есть сомнения, лететь или не лететь, то, наверное, не лететь. Ну, опять же, это я не могу говорить за всех летчиков. Где-то это на уровне просто там хохмы, да, многие этим руководствуются. Ну, каждый, наверное, на эту ситуацию по-своему смотрит. Вот, несомненно, гражданская авиация отличается от военной авиации. А вот что касается пилотов, летчиков, отличается военный пилот от гражданского? Кардинально отличается, но в надежной жизни, я бы так сказал. При выполнении своих обязанностей как командира воздушного судна или командира корабля, да, что и военные летчики, и гражданские делают все ровно так, как это необходимо делать, да. Ну, а в жизни я все-таки более склонен, да, простят меня гражданские летчики, гражданские летчики более свободолюбивые в плане дисциплины и еще чего-то там связанного с нерабочей обстановкой, да. Все-таки военных летчиков дисциплинирует их служба. Я уверена, что летчиком может стать далеко не каждый человек. Вот расскажите, какими особыми качествами должен обладать человек, который решил связать свою жизнь с небом? Ну, так вот сразу, наверное, не скажешь. Но человек должен быть однозначно решительным, потому что в авиации бывают разные должности. Можно быть командиром, да, можно быть там бортинженером, борттехником. Но если мы говорим о человеке, который хочет стать летчиком и именно командиром воздушного судна, тут, конечно, ну, наверное, отвага и решительность должна быть, потому что бывают такие ситуации складываются, что вероятность того, что можно будет спасти воздушное судно, там, или людей, кто на борту, напрямую зависит только от моральной устои, да, командира, насколько он там крепок внутри. Расскажите, можно ли, допустим, оценить риск полета пассажирам непосредственно? То есть, к примеру, можно ли понять, надежная авиакомпания или ненадежная самолет, надежный или нет? Или же это все стереотипы? Ну, невозможно, как вам объяснить. Не понимаю, как все работает и устроено, но очень сложно дать объективную оценку, да, там. Если самолет где-то не покрашен или где-то там открывается какая-то крышка в салоне, да, это не значит, что он технически неисправен абсолютно. Это просто говорит о том, что владелец самолета или там эксплуатанта, ну, мог бы лучше заботиться, да, об этом. А когда мы говорим про техническую сторону, надежный ли самолет или нет, то здесь вопрос, вот у нас принято говорить, что вот, плохая авиакомпания. Это вопрос, в первую очередь, нужно задавать тогда Росавиации и всем надзорным органам, да, потому что самолет не вылетит никогда из аэропорта, не имея определенного набора документов. А набор этих документов будет на этот самолет и у экипажа только тогда, когда воздушное судно будет соответствовать всем требованиям, которые предъявляются к воздушным судам. И эти требования заключены, например, в основном документе, который позволяет воздушному судну летать, это сертификат родной годности, да, его выдает Росавиация. А командир может отказаться от полета, если он в виде того, что есть какие-то неполадки в его машине? Однозначно. Однозначно. Командир может отказаться, и это будет строгое решение. Это и, в принципе, это его обязанность. Если он идет против чего-то, он нарушает непосредственность. То есть, в итоге, если даже все пройдет хорошо, но это будет известно, он просто может лишиться своей работы не со стороны авиакомпании, а со стороны тех же надзорных органов. Существует так называемый МЭЛ, то есть список отказов, с которыми можно вылетать, например. Есть, с которыми нельзя. Вернее, все остальные, это те, с которыми нельзя. И, опять же, даже с тем перечнем отказов допустимых, есть варианты, что летчик не полетит. Давайте разрушим еще один миф аэрофоба, что не бывает старых самолетов на самом деле. Очень часто можно слышать перед взлетом, что там что-то не работает, самолет кажется старым, что-то не то. Ведь такого нет, правда же? Ну, старым, как воздушный суд, старым, то, что ему несколько лет, это, конечно же, нельзя отрицать. Потому что если он был в общем, там, в 80-м году, то, конечно, ему на данный момент, там, 30, сколько, 36 лет, да, этому никуда не денемся. Но хуже или лучше от этого, конечно, это касается только косметических каких-то моментов. Все самолеты на момент выполнения полета технически исправны, соответствуют требованиям, которые, как вот я до этого говорил, требования, которые распространяются на это воздушное судно в конкретике. И невозможно лететь на неисправном самолете. Самолет-то не может быть. Вот он старый, поэтому на нем опасно лететь. Опасно лететь на самолете, который неисправен, у которого нет, который не проходил необходимое обслуживание и проверки, как это положено согласно регламентирующих документов. Я благодарю вас за беседу. Поздравляю вас еще раз с профессиональным праздником. Напоминаю телезрителям, что в гостях у нас сегодня пилот, руководитель аэродрома «Крутиться» Виктор Звездочкин. Спасибо вам за внимание. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин